Всем привет! Сегодня я покажу важную настройку, которая поможет ускорить ваш телефон. На самом деле ускорение телефона это очень обширная тема и очень много что влияет на работу вашего смартфона. И сейчас я покажу только одну из фишек, которую тоже можно применять. Если вы замечали, что ваши приложения как-то плохо запускаются, как-то плохо приходят разные уведомления от приложений, допустим от мессенджеров, или же притормаживают сам YouTube, возможно какой-то видеоплеер, либо те кто играет в игры, допустим игра плохо работает, притормаживает, зависает, перезагружается. Виной всему может быть одна из настроек в телефоне, которая сама регулирует производительность приложений. Сейчас я вам покажу. Заходим в настройки, раздел который называется батарея и вот здесь вверху нажимаем на батарею. И находим такой пункт, который называется контроль активности. Заходим сюда. И вы реально удивитесь, если вы сюда не заходили, все вот эти приложения, которые вы скачиваете из плей маркета, они все автоматически попадают сюда. И вот каждое приложение, оно самостоятельно ограничивается вот этим отдельным блоком, который называется контроль активности. То есть что вам нужно сделать? Находите конкретное приложение, которое подвисает. Для примера, допустим, вот опера. Заходим на оперу и смотрите, у вас будет стоять умный режим. Рекомендуется. Распознавание приложений и действий для поддержания работы важных процессов. То есть в таком режиме, когда ваше приложение запущено, допустим оно работает в фоновом режиме, вы запустили игру свою. Если этот контроль активности поймет, что эта игра сильно разряжает батарею, а она по-любому будет разряжать, эта функция ограничивает ей работу частоты процессора и игра соответственно очень плохо работает и тормозит. Но зато, скажем, держит хорошо батарею. Если вы хотите, чтобы приложение работало нормально, то нужно поставить нет ограничений. Тогда контроль активности не будет ограничивать работу приложений. И процессор будет работать так, как положено. То есть что вам нужно сделать? Приложений у вас будет тоже очень много. То есть в принципе все приложения, которые вы установили, все здесь они будут. Я советую сделать такое только с теми приложениями, которыми вы часто пользуетесь. Это может быть несколько мессенджеров, несколько браузеров, какие-то определенные игры, в которые вы очень часто играете. И в принципе все. Остальное оставить так, как есть. Батарея, конечно, будет немножко больше разряжаться, но зато все приложения, которые вы выставите, будут работать намного эффективнее и намного быстрее. Подписывайся на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.